ого как получилось что сегодня в лазарете еще больше народу чем вчера доброе утро макси плейпаймон я собираюсь обследовать всех этих людей так что вам придется немного подождать да не вопрос мы можем чем-нибудь помочь тебе ну ситуацию немного запутанным я сама еще не разобралась поверь мне я говорю правду это медпункт не шуми пожалуйста выслушайте меня я не газ кон я ул уже из тебя никакой у нас есть и твои снимки и ордера на арест ясно как день что ты газ кон как за того как я выгляжу я не знаю что случилось но я уже проснулся таким а потом вы притащили меня сюда на допрос я собрал вас здесь чтобы выяснить что происходит если вы и стали жертвой несправедливости до криками вы себе не поможете но можете отсрочить свое оправдание понятно это настоящее безумие мы еще вчера допросы проходили нормально а сегодня вот это доброе утро герцог что случилось да помните дело о котором я говорил вчера то которому меня привлёк сумеречный двором сегодня утром мы допрашивали заключенных все до едином утверждают что их перепутали с другими это еще более странно чем то что вчера говорил тот парень дело в том что никто из них не смог предоставить никаких доказательств поддержку своих утверждений дальнейшие расспросы ни к чему не привели так что мы отправили их в лазарет на мы это думали что вчера у си джин был напряженный день мы собрали их показания посмотрите возможно мы что-то упустили так потан а кто такой потан я аноре я подал заявление чтобы за сегодня меня выпустили на лечение но вместо этого проснулся в чужой камере как же так газ кон этот этот тип до какой-то из них я не газ кон я уй сегодня последний день моего заключения я должен был выйти на свободу что происходит эндрия я эрик почему же со мной вечно случаются разные недоразумения теперь я не успею оформить все бумаги чтобы сегодня выйти на волю и лазарь меня зовут отдел он и охранник кажется на меня напали это вообще не я так 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 выждены интересно все заключенные которых они упоминают о своих показаниях своих похоже должны быть освобождены сегодня я тоже это заметил если это и есть их план то они нас недооценивают каждый закоренелый преступник утверждает что он это кто-то другой кто так уж получилось должен быть освобожден сегодня не они ожидают что мы им поверим тем более причины быть на страже ламбер сарм проверим список освобожденных на сегодня уберечь что никто не будет оформлен нам понадобится оправдание хотя скажи что у нас закончились бланки и что мы неистовая печатаем новые в этот самый момент есть он невозможно что несколько отъявленных преступников каким-то образом нашли способ поменяться местами с заключенными которых вот-вот выпустят на свободу и думают что смогут сбежать из крепости прямо у нас на глаза рассматривали такую возможность но взгляните на них их внешность идентична со снимками в ордерах без вариантов как могла произойти подмена полагаю это возможно только в том случае если они точная копия заключенных подлежащих освобождению я дал вам список имеем вчера чтобы помочь расследование это помогло да к списку были приложены фото роботы заключенных я первым делом проверил наличие двойников и не нашла ни одного единственное что меня настораживает это то что и голоса сегодня звучат немного иначе но ведь подделать голос не так уж сложно правда что обо всем этом думает наша старшая медсестра дайте мне минуту думаю у меня есть способ проверить было ли подмена подмена так называется кстати часть задания си джин я знаю что еще не время менять с повязки но пожалуйста потерпи немного случайно не вчерашний парень на этот это должен быть она у него серьезные язвы на лице ему требуется операция в госпитале курдой фонтейна я разрешила ему покинуть крепость для прохождения лечения под стражей я же говорю я не потом она она значит произошла подмена я могу понять что произошло в случае с потаном но как объяснить ситуацию с другими заключенными ты же не хочешь сказать что они поменялись телами нет я думаю что они поменялись лицами методика похоже на замену зуба удалить гнилой зуб и и вставить протез думаю я могу это доказать макси play файмон вы помните эрика ну конечно помню тогда вы будете моими свидетелями для начала приведи заключенного который утверждает что он эрик кто такой эрик прошу прощения я извиняюсь найдите подозреваемого называющего себя эриком я потерялся погодите у нас есть бумажка видимо хоть через попробуем за бумажки начать это бумажка тут уже у вас составила протокол смотрите эрик эрик эндри а эндри я эрик почему же но это так так теперь я успею оформить все бумаги чтобы сегодня выйти на волю у моё от все извините понял ща погодите эндри тут есть эндри а вот это и есть эрик я верю по крайней мере ты эрик да да старшая медсестра ты ведь мне не веришь мне нужно провести еще один осмотр также также процедуру что и вчера хорошо сначала тест на восприятие верно значит мне нужно сосредоточиться на теперь постарайся вспомнить какой палец я показывала в прошлый раз насколько я помню это был указательный палец значит у нас тут два эрика не так вчера вечером эрик который сказал что видел другого себя внезапно выздоровел и попросил разрешение покинуть больничную палату прежде чем отпустить его си джин провела еще один осмотр но на этот раз показала мизинец вчера вечером не был никакого осмотра палате делать было нечего поэтому я сразу уснул а потом каким-то образом проснулся в камере если так то у странных событий последних двух дней есть разумное объяснение что же нам на самом деле это происходит опасные преступники хотели выйти из тюрьмы поэтому они нашли козлов отпущения заключенных чей сроки подходили к концу и планировали поменяться с ними внешностью прошлой ночью когда один он был на дежурстве они устроили засаду и заставили одного из своих людей поменяться с ним местами используя метод подмена лиц благодаря этому им удалось избежать внимание со стороны других страшников не затем когда все остальные заключенные уснули новоиспеченный отдел он заступил на ночную смену и привел в исполнение оставшуюся часть плана однако они допустили одну ошибку эндри изменил свою внешность на внешность эрика раньше чем следовало и в итоге настоящий эрик его заметил настоящий эрик обратился за помощью к стражникам но тогда мы не знали того что знаем сейчас поэтому мы списали это на галлюцинации отправили его в больничную палату но поскольку один из членов банды выдавал себя за стражника они изменили внешность настоящего эрика и заставили фальшивого эрика занять его место что еще больше запутало дело да верно ведь к тому времени я внесла эрика в список подопечных а заключенные из этого списка не могут покинуть палату пока я их не выпишу вот почему самозванцам пришлось провернуть этот трюк чтобы вычеркнуть фальшивого эрика из списка да теперь все стало на свои места герцог так ловко раскрыл дело вы дали логическое обоснование но мы исключили возможность изменения внешности на самом раннем этапе этого процесса преступники меняют внешность для совершения преступления в этом нет ничего нового одной из прямых обязанностей милюзин в сумеречном дворе является выявление переодетых преступников мы тщательно осмотрели всех подозреваемых и нет никаких доказательств что в этом деле использовались какие-либо средства маскировки как же тогда объяснить происходящее пока что кажется более вероятным что банда украла документы принадлежащие заключенным которым предстояло освободиться и использует их для мошенничествовать с личными данными на самом деле существует зелье который может полностью изменить внешность человека если бы они использовали его даже милюзина не смогла бы его обнаружить что зелье способны полностью изменить внешность прошу прощения старшая медсестра но я впервые слышу об этом если бы такое зелье существовало она поставила бы под угрозу весь процесс не расследование в сумеречном дворе вы уверены что оно существует ну да я уверена пожалуйста доверьтесь мне и моему экспертному мнению опытного врача без веских доказательств это не более чем предположение если мы соберем всех заключенных заподозренных в подмене а затем как следует с ними побеседуем то возможно получим ответ так и сделаем ну сделаем все по-вашему ведь именно из-за нашей халатности им придется подвергнуться допросом уже после того как они были заключены в тюрьме что доставит вам дополнительные трудности ваша светлость плохие новости я приостановил процесс освобождения как вы сказали но были если это было слишком поздно несколько человек успели выйти на свободу два часа назад я проверил список и оказалось что все они дали показания два часа назад еще до начала допросов они все спланировали значит подмена все таки состоялась проклятие они провернули все у нас под носом мы ведь успеем их догнать если отправимся в погоню прямо сейчас если это изделие существует то нет они смогут снова изменить внешность выйдя из крепости а если милюзины из сумеречного двора не могут их обнаружить то мы не знаем с чего начать поиски а значит мы в тупике да ну в принципе есть еще одна зацепка нам удалось арестовать эту банду только благодаря помощи исследователей исследовательского института фонтейна мне кажется его зовут Рават Рават не тот ли этот красавчик который мы встретили на рекламную рекламные акции средства по уходу за кожей красавчик может быть с человеческой точки зрения так и есть я помню только что он специализируется на зельях одним из преступлений в которых обвиняется эта банда является изготовление продажи запрещенных фармацептических препаратов по словам господина Равата они украли технологию которую она он разрабатывал в ходе своих исследований не использовали ее в своей преступной деятельности сначала он подумал что это самый обычный случай нарушения прав интеллектуальной собственности и попытался поговорить с ними но как только он раскрыл их преступную деятельность то сообщил о них властям благодаря его донесению мы смогли оперативно провести операцию и арестовать их всех да он настоящий герой уверены ему потребуется немало мужества да эту зацепку нужно проработать Рават сдал их поэтому не исключено что он станет их целью после освобождения кроме того поскольку он лично ввел с ними переговоры есть шанс что у него имеется полезная для нас информация понятно ваша светлость я немедленно отправлюсь в исследовательский институт пандейн со своим отрядом а пока пожалуйста присмотрите за жертвами подмена внешности разумеется госпожа маргана я была хотела бы отправиться с вами в погоню за преступниками это я выписала старшая медсестра я прекрасно понимаю к чему ты клонишь но арестовывать преступников дело опасное если с собой что-нибудь случится мы не можем взять на себя такую ответственность да не волнуйтесь я могу за себя постоять не все же если позволите госпожа маргана именно седжвин выдвинула гипотезу о зелье я уверен что у нее гораздо больше знаний по этой теме чем у вашей команды я бы посоветовал взять ее с собой а если вы обеспокоитесь о ее безопасности то ну конечно мы спаймэн будем с вами я знал что на вас можно положиться хорошо раз герцог одобрил этот план я не вправе отказываться на отправляемся немедленно время не терпит да так и где же это у нас находится опа приветствую извини за назойливость но мы здесь по срочному делу и нам потребуется твое содействие сумелечный двор дайте угадаю вы расследуете дело об очередном запрещенном исследовании не в этот раз нет мы ищем одного исследователя ты не знаешь где мы можем найти господина равата рава точно господин красавчик да на самом деле он не часто работает здесь но есть несколько исследователей которые хорошо его знают ну расспросите их просто красавчик паймэн думает что он самый популярный человек на свете ну можно сказать что он популярен но только на первый взгляд у него привлекательная внешность поэтому он производит хорошее первое впечатление но за все время работы в исследовательском институте он как мне кажется ни разу не обсуждал свои исследования с коллегами так настоящий настоящий друзей не заводишь странно он определенно не был похож на затворника на тут мероприятие по продвижению товара ничего странного в этом нет он совершенно точно не производит впечатление человека который умеет разводить заводить друзей ой правда паймэн показалось иначе должно быть все дело в особенности восприятие у милизи ладно надо поговорить с его знакомыми а заодно проверить исследовательский институт на предмет зацепок давайте разделимся это позволит нам сэкономить время ну конечно мы поспрашиваем других исследователей вместе с иджи и паймэн вдруг стало любопытно узнать что о нем думают так так а этих здесь раньше не было кстати по моему простите в одре да что вам угодно ну вы близкие друзья с Раватом мы его ищем близкие друзья если я однажды призналась ему своих чувствах то это еще ничего не значит я не первая и не последняя в институте кто совершил эту ошибку почему ты считаешь нас близкими друзьями я должна была догадаться мужчина вроде него получает удовольствие от того что их окружают влюбленные женщины их не интересуют серьезные отношения мы тут подумали может ты знаешь где его можно найти откуда мне знать где он я его почти не знаю а он скорее всего даже и не помнит меня нет начинает раздражать может спросим кого-нибудь другого думаю она знает Ревата лучше чем может показаться если мы уйдем сейчас то возможно упустим возможность найти его но мы мало что узнаем от нее пока она находится в таком состоянии у нее наблюдаются симптомы характерные для всех влюбленных но я знаю одно средство это лечится мы не продвинулись в поисках господина Рават ему может грозить серьезная опасность опасность подождите а зачем собственно вы его ищите а точно да сумеречный двор считает что на него покушаются очень плохие люди мы должны убедиться что он в безопасности что как это случилось когда я видел его последний раз он выглядел нормально это было всего пару дней назад разумеется я случайно столкнулся с ним понятно у тебя есть предложить предположение где он может быть сейчас да но я говорю это исключительно из заботы о его безопасности если его нет в институте он может быть у своей семь мамы я слышала что она растила его одна финансовым плане им пришлось нелегко а сейчас она не выходит из дома из-за болезни но он регулярно ездит домой чтобы проведать ее понятно ты знаешь где она живет нет простите я узнал о его матери только потому что однажды его всплыло в разговоре это я пыталась выяснить о нем больше чтобы узнать его получше когда я сказала ему что влюблена в него то предложила помочь ему ухаживать за матерью да возможно это была глупая идея но зачем было кричать на меня из-за этого знаете что я могу принять отказ но зачем устраивать истерику невероятно подобные мужчины хотят показать только свою очаровательную ухоженную внешность но не выносят когда другие узнают правду о них похоже любовный синдром снова обострился нужно узнать адрес матери господина Равата уточним у офицеров с умничного двора когда встретим их да отлично иди эммм так погодить приветики ты антиб а вы то кто такие мы хотели поговорить о Равате знаешь где он может быть нам сказали что у тебя с ним довольно хорошее отношение хорошее не уверен что это подходящее слово он не позволил мне использовать его патент что прошло уже несколько дней с тех пор как я видел в последний раз я не знаю где он спросить кого-нибудь другого но этот патент случайно не связан с новым продуктом по уходу за кожей который он разработал да в некотором роде дроса бабочки или как он там его называет я слышал он заработал на этом кругленькую сумму вот это совсем другой разговор продолжай большинство исследователей занимаются механикой изучением энергии и тому подобными вещами я могу понять почему он не хочет поддерживать с ними отношения а я изучаю покрытие наши области исследований во многом совпадают почему он отказывается работать со мной однажды я купил его продукт и заметил что он содержит уникальное вещество которому можно найти применение и в покрытии если бы у меня все получилось я бы заработал не меньше чем он не поймите меня неправильно у меня не было намерения украсть его труды я надеялся получить официальное разрешение на использование его результатов в своих исследованиях я выполнил все необходимые условия все было по правилам мне осталось только заплатить лицензионный сбор чтобы получить право на использование патента но несмотря на это он отказал мне не один не два а целых три раза создается впечатление что он категорически против того чтобы кто-то его зарабатывал как он кто-то еще итак все дело в том что нарабат не очень общительный или это элементарная зависть возможно и то и другое похоже мы не узнаем от него ничего о местонахождении нарабаты уходим отсюда подождите секундочку господин антип в следующий раз когда пойдешь за покупками купить несколько пузыри пузыринов очистить кожуру заваривали выпей это поможет тебе успокоиться ну спасибо странно она в принципе врач так прости за беспокойство ты бертрам вы только такие неравнодушные граждане который помогает сумеречном двору в расследовании мы хотим и спросить о местонахождении работа нам сказали что вы хорошие друзья мы давно не общаемся да и мы не друзья что случилось дело в том что большинство из нас исследователей преследуют высшую цель не только но только нероват его волнует лишь как заработать на своих открытиях он не позволит работать с ним пока ты не подпишешь соглашение у неразглашение все для того чтобы он мог контролировать кто получит права на интеллектуальную собственность как вообще можно заниматься полноценными исследования в таких условиях теперь когда я выработал собственные технологические решения для своего компрессора мне больше не нужно с ним работать так вот какой работ на самом деле и все же мы хотели бы узнать где его найти можете нам помочь подожди ты да я узнал тебя ты старшая медсестра крепости миропит буду рад помочь чем смогу я уважаю твою работу медицина призвана служить высшей цели кто бы мог подумать что у сейджвин есть влияние дело в том что у него у меня нет возможности узнать где он может быть я перестал работать с ним два месяца назад и с тех пор почти не видел его но я бы посоветовал поговорить с торговцами с некоторыми из них он встречается примерно раз в два дня может они знают где он сейчас торговцы да во времена совместной работы я заметил что он довольно часто встречается с ними не удивлюсь если они вместе занимаются каким-то сомнительными делами потому что как мне показалось они всячески избегали обсуждать что-либо в моем присутствии то немногое что я подсушил касалось производства и продажи фармацевтических препаратов как я и говорил для него главная мура фармацевтические препараты но он ведь работает над продуктами по уходу за кожей их можно считать фармацевтическими препаратами да кто знает я никогда не интересовался этим но это он зациклен на деньгах а не я спасибо благодаря тебе мы многое узнали пожалуйста до свидания и да до достигнетшим и мы новых высот с вашими научными изысканиями не так мы нашли всех троих исследователей пойдем на место встречи такая здесь как я понимаю недалеко даем знаете пойман поначалу воспринимала нарабаток как харизматичного и симпатичного исследователя неожиданно узнать что у его коллег сложилось о нем совсем другое впечатление пойман а что ты теперь думаешь о нем симпатичный исследователь чьи трудное детство превратила его в охотника замурой значит впечатление моего внешности не изменилось его внешность не может не нравится по крайней мере по мнению пойман как такой красивый человек может быть таким асоциальным даже его непростое семейное происхождение не может служить объяснение нельзя судить о человеке только по его внешности старшая медсестра макси плей я полагаю вы нашли тех исследователей есть новости вы обмениваетесь собранной информацией бертрам упоминал о причастности нарвата с каким-то торговцами фармацевтическими препаратами не исключено что он зарегистрировал некую фармацевтическую торговую марку тебе что-нибудь известно об этом он был информатором в громком деле поэтому я изучила его биографию я не помню чтобы на его имя были зарегистрированы какие-нибудь торговые марки препаратов странно если он был так нацелен на излечение прибыли и своих исследований не хотел делиться на разработками с другими почему он не зарегистрировал собственную торговую марку может быть он его деловые партнеры хотели избежать ненужного внимания поступить в сговор с преступной группировкой преступление состояло в изготовлении продажи фармацевтических препаратов а это несомненно относится к его сфере деятельности мы не можем этого из не заключить маловероятно ведь именно он сдал их большинство детей которые приходят ко мне с кариесом давно страдают от боли но они все равно пытаются скрыть что едят слишком много сладостей в этом отношении взрослые дети не так уж сильно отличаются я видела его когда он пришел заявить о преступлении тогда у меня не возникло ощущение что он из тех кто может вступить в сговор с преступниками может быть что более вероятно они его принуждали к сотрудничеству как обговорили его семья не богата возможно злоумышленники обратились к нему за научной поддержкой под предлогом заработка к тому времени когда он узнал кто и они на самом деле он завяз слишком глубоко у них были рычаги давления на него поэтому он был вынужден продолжать работать на них я много раз видел такое вполне логично это объясняет почему он так не хотел сотрудничать со своими коллегами и следователями неудивительно что он такой необщительный преступники постоянно за ним следили наверняка он был постоянным напряжением таком случае все может оказаться хуже чем мы думали если рова отработал луса сбежавшими заключенными они наверняка знают о его местонахождении больше чем и велика вероятность что они доберутся до него раньше нас судя по собранной нами информации мы последний раз его видели два дня назад если с тех пор его никто не видел возможно мы опоздали два дня назад значит он пропал сразу после той рекламной акции тот же день он заявил о преступлении не нравится мне такие совпадения не волнуйтесь я уверен но у него есть шанс найти его поскольку у нас есть шанс поскольку он исчез сразу после того как дал показания вполне вероятно что он срывается скрывается да он наверняка боялся что они придут за ним тем более нужно найти его как можно скорее единственная зацепка которая у нас есть на данный момент это дом его матери как думаешь сможешь найти его место да когда вы регистрируете торговую марку курде фонтейн требует указать юридический адрес адрес который указал на работ находится на крайне города по идее это то самое место ладно тогда не будет терять времени вперед юридический адрес во что юридический адрес геншине ну они конечно перегнули палку так что подождите этот дом так мы пришли по адресу наверняка это и есть тот самый дом хорошо я постучусь маргана стучит несколько раз никто не отвечает похоже тот кто находится внутри ограничен в передвижении ситуации достаточно серьезно как можно быстро открыть эту дверь может выловать ее не 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 я разберусь предоставьте это профессионалу придется написать целую гору отчетов если мы повредим имущество гражданского лица спокойствие сделай глубокий вдох вспомнить чему тебя учили контролируй свою силу и вуаля дверь открыта джедой сия возьми несколько человек спрячься и ждите следите за территории вокруг дома макси play старшая медсестра и я войдем в дом есть тут кто-нибудь вон там на кровати лежит пожилая женщина наверное это матерова то вряд ли она сможет ответить на наши вопросы ну домик неплохой кстати можно попробовать задать ей вопросы но она в тяжелом состоянии я бы посоветовал не давить на нее уже работы здесь нет так что нам ничего другого не остается как раз просите и позвольте мне здравствуйте госпожа могу я знать вы матерова то мы ищем его кто вы возможно плохо слышит у кого-нибудь есть снимок кровати да у меня есть госпожа я хочу показать вам снимок это ваш сын вы знаете где он сейчас вряд ли мы что-нибудь узнаем это была наша последняя зацепка шансы работа уничтожены ничтожные если мы не найдем его может быть он не вернулся домой потому что знал что ему грозит опасность но где тогда его искать поищем в институте на хорошая мысль похоже нам предстоит вернуться в институт мы нашли там полезную информацию но возможно мы что-нибудь упустили это наша последняя надежда прошу прощения офицер могу ли я остаться здесь на некоторое время пациентке требуется ход да конечно ты тоже оставайся макси play им давить ее ассистентка да разумеется кроме того я бы хотела чтобы несколько сотрудников сам личного двора тоже остались чтобы присматривать за окрестностями зачем если рвота узнает что его мама находится в тяжелом состоянии он вернется понятно я распряжусь чтобы они не покидали свое укрытие макси play файман мы снова просим вас о помощи да не вопрос когда ты заговорил о ее состоянии ты имела виду да она на пороге смерти мне нужно позаботиться пациентке передай мне пожалуйста полотенце ну да конечно я могу сказать что ее родные испробовали множество различных методов лечения включая очень дорогие лекарства к сожалению и болезнь настолько серьезно что выздоровление представляется невозможным си джвин тебе наверное очень тяжело да да это печально по мнениям иллюзина рождение старения болезни смерть человека это такие же части естественного порядка как восход и закат солнца но человеческая медицина в определенной степени способна противостоять закону природы в этом смысле она является наука чудеса именно поэтому я и увлеклась ее но только когда я стала настоящим врачом я поняла что чудеса случаются не всегда даже самые великие врачи не могут вылечить свои все болезни нах си джвин не беспокойся обо мне байма долг врача не лечить все болезни а стараться вылечить то что он может вылечить по крайней мере я смогу сбить ей температура она будет меньше страдать и возможно даже сможет увидеть своего сына теперь это нам точно нужно найти мировата и не только для того чтобы поймать преступников кей становится хуже принесите горячей воды да мы все сделаем найдите горячую воду вода вода в ящике основательно пока покопались в нем лежали предметы первой необходимости работ приходил сюда вода вода дай мне вода вода нужна нашла часть и здесь все еще есть горячая вода похоже в шкафу есть потайное отделение и это же журнале записано как пройти подземную лабораторию опаньки попали попали нашли горячую воду да и еще кое-что судя по записям в этом журнале уравата есть частная лаборатория вполне возможно он сейчас там нужно немедленно сообщить офицеру моргания на это отличные новости но подождите немного мокрое полотенце готовым я сделаю вам еще один укол вам полегчало да все в порядке мы приведем его пожалуйста держитесь спасибо до подземное преступление следующей части не забывайте подписываться пишите комментарии ставьте лайк нажимаете на колокольчик смотрите видео до конца обязательно подписывайтесь на все каналы ссылки которые найдете в описании к этому видео пока